Добрый вечер. В эфире РБК Омск. Программа интервью. Герои нашей студии сегодня. Это министр здравоохранения Омской области Андрей Евгеньевич Староженко. Андрей Евгеньевич, добрый вечер. Андрей Евгеньевич, первый вопрос. Вы согласны с таким девизом для Омска, как тут у нас на неделе озвучили, что ничто и никогда? Значит, что все у нас так плохо. Ну, вероятно, да. Не знаю, вы согласны или нет? Ну, конечно, нет. Категорически не согласен. Не потому, что там я чиновник. Я в этом городе родился, в этом городе живу. У меня родственники мои здесь живут. Отец похоронен. Из Омска я никуда уезжать не собираюсь. Я считаю, что у нас хороший город, красивый город. У нас из нашего города некоторые, я прошу прощения, средства массовой информации делают страшилку. И Омск иногда в блогах называют зоной 55. Но это мы сами это сделали. У нас хорошие люди, у нас хороший город. У нас есть проблемы. Я не говорю за все. В нашей отрасли, в социалке есть проблемы. Наверное, как везде. Но мы стараемся эти проблемы решать. А говорить о том, что... Как вы сказали? Девиз «Ничто и никогда». Омск... Ну, точнее, если было сказано о том, что Омск заштатный городишко... Ну, вот эти вещи человек, наверное, сказал просто не подумав, я думаю. И у меня большая надежда, что, может быть, как-то перевернули эти фразы. Потому что, ну, нормально любой человек, по крайней мере, с кем я общаюсь, про Омск просто такого сказать не может. Про наш город. У нас есть проблемы. Есть там хорошие, плохие люди, которые решают или не решают проблемы. Но говорить о том, что Омск плохой заштатный городишко, ну, не знаю. Хорошо. Смотрите, вы сейчас отвечаете, курируете всю социальную сферу. Вот на данный момент ваши впечатления. Вы какое-то время уже проработали, вы окунулись в эти проблемы. Вы как раз сказали, что проблем у нас много. На ваш взгляд, сейчас самые главные проблемы. Опять ведь скажут, что Староженко хвалит только свое здравоохранение, защищает врачей. Ему бесполезно задавать такие вопросы. Это 100% скажут. Ну, я действительно говорю, что, ну, вот, ну, посмотрите на других территориях. Я не ругаю другие территории. Ну, посмотрите нас. У нас, конечно, есть вопросы. Конечно, есть у нас вопросы. Вот простой пример. Материально-техническое состояние наших поликлиник. Ну, ведь большая часть их находится в приспособленных зданиях, находящихся там на первых этажах жилых помещений. Я уже это говорил как-то раз. Ну, конечно, там тяжело поддерживать это состояние. Конечно, туда нужны деньги. Это не значит, что у нас работают плохие врачи. Они некачественно лечат, неквалифицированно. И плохо оказывают медицинскую помощь. Но это не так. По многим позициям мы очень крепко, уверенно стоим в отношении даже Российской Федерации. Это травматология наша. Пересадка суставов, тазобедренные коленные. Это наши кардиопрограммы, это стентирование, ангиопластики. Это наш онкодиспансер. Он считается одним из лучших в федеральном нашем сибирском округе. И те показатели, которые он выдает, они же цифры статьи. Они сухие цифры статистики. Я их подправить не могу. Ну, а кстати, вот про онкологию разоговорили. Как раз вот в майских указах, в послании к федеральному собранию президент говорил о том, что онкология станет одной из центральных тем, на которую особое внимание будут обращаться сейчас. Если говорить про Омск, про онкологию, но обычно, если заговаривать, начинают действительно говорить страшилки. Вот здесь ситуация как обстоит? Ну, вот когда президент сказал про онкологию, переворачивайте мои слова, не переворачивайте, ерничайте, не ерничайте. Нормальные люди, профессионалы, прям поклонились. Потому что, ну, это, ну, прям вот, не знаю, как вот, вывереннейшее прям решение. Я не могу оценивать президента, да, но я просто эмоционально говорю свое мнение. Огромное количество людей, конечно, болеет онкология, действительно проблема. Но сегодня, вот когда-то правительство наше, Российской Федерации, помните, модернизация нацпроект здоровья, лекарственное обеспечение. Вот даже уникальные вещи были сделаны, почему они их забывают? Вот лекарственные препараты, допустим, для химиотерапии, для больных онкология стоят сотни и миллионы рублей. И человек не может их купить, он не купит. Вот раньше это была патовая критическая ситуация. Вот когда те проекты заходили, мы никому не отказываем в лечении сегодня. Дорого, супер дорогостоящие препараты люди получают. Сегодня оснащение нашего онкодиспансера, оно, ну, очень мощное. Мы сегодня делаем огромное, там около 6, там, тысяч, 500, по-моему, операций в год. Если профессионалы слушают, то там около 72% оперативной активности. Сегодня огромное количество операций делается эндоскопическим способом, по-простому, без разрезов. Диспансер, ну, это огромная структура с стационаром, с поликлиникой, с амбулаторным там звеном, с дневными стационарами. Около 16 тысяч пациентов в год проходит. Сегодня вся система на территории Омской области завязана в единый информационный, если можно так сказать, узел. Сегодня мы в онлайн-режиме видим, прошел пациент флюорографии в Устишиме или не прошел пофамильно. Мы отслеживаем эту ситуацию. И сегодня, если говорить об онкологии, ну, мы не говорим, что мы там победили рак. Но огромные шаги вперед делаются. У нас, это опять же цифры статистики, у нас увеличилась годичная, уменьшилась годичная летальность. У нас увеличилась пятилетняя выживаясь пациентов. Это цифры, сухие цифры статистики. И то, что эта программа сейчас будет, и то, что президент сказал провести модернизацию, оценку провести, состояние онкологических диспансеров, это оборудование. Сегодня уникальное оборудование стоит не десятки, а сотни миллионов рублей стоит. Если эта программа, ну, теперь уже можно говорить без слова, если, коль президент сказал, она заработает, мы сможем дооснаститься. Взять еще более современные аппараты, которые помогут в лечении этих пациентов. Раз вы подняли как раз тему онкологии, у нас есть материал о том, с какими проблемами сталкиваются больные онкологии в Омской области. Арифметика болезни перевернула жизнь семьи Степановых. 230 тысяч рублей – рыночная стоимость упаковки препарата от Центрис для лечения лимфомы Ходжкина. На консилиуме врачи объяснили молодой маме, чтобы добиться ремиссии, ей таких упаковок нужно 34. Еще один день с дочерью Лизой, еще одну семейное чаепитие. Теперь все приобрело цену – почти 8 миллионов. Альтернативы, говорят врачи, нет. Сначала меня включили, когда рецидив обнаружили в список клинических испытаний, вот этих препаратов. А потом где-то в декабре или в январе, не помню конкретно, мне позвонили и сказали, что я не подхожу для этих испытаний. Потому что испытания проводят, так сказать, сами представители этих препаратов, чтобы запатентовать себя в России. И им нужны гарантии, что препарат точно поможет. Ирине Степановой 26 лет. Диагноз лимфомы Ходжкина третьей степени ей поставили в Омске в 2015 году. Дочери Лизе тогда было два года. Причины заболевания медики не знают. Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, высокодозного облучения. В Петербурге ей сделали автотрансплантацию костного мозга. Врачи добились ремиссии. Ирина смогла наконец вернуться домой к дочери и брату. Но через два месяца снова стало хуже и прозвучало страшное. Рецидив. Ира слишком больна для экспериментальной терапии. Слишком взрослая, чтобы получить помощь от большинства фондов. Слишком слабая. Очередного агрессивного лечения организм не вынесет. Есть благодарительный фонд «Живой». Он фонд помощи взрослым. Они отказали из-за отсутствия больших средств. Адвита тоже в данный момент по финансовым обстоятельствам не может закупить этот препарат. Так как сильно много желающих из тех, кто лечится в Санкт-Петербурге. Каждый год только в России лимфомой заболевают более трех тысяч человек. Пик приходится на 25-29 лет. Ацетрис – один из наиболее щадящих препаратов при лечении рецидива. Однако еще несколько лет назад он был попросту не зарегистрирован в нашей стране. С января этого года лекарства в России должны предоставлять по квоте. Но на то, чтобы провести тендер, чиновникам Минздрава требуется время. И о закупке препаратов на весь курс речи пока нет. Помочь взрослому, здоровому, физически большому человеку, который уже может сам жить на этой планете, как-то не рассматривают пока люди, что даже в таких ситуациях нужна помощь. И кроме того, что они уже не имеют родителей, они еще и сами родители. То есть, если что-то случится со взрослым человеком, его дети останутся сиротами. 8 миллионов – сумма, которую трудно вообразить многим людям. И в то же время это всего 40 тысяч раз по 200 рублей. 40 тысяч человек – капля в миллионном городе. И для примера – одна десятая числа подписчиков, то блогеров Инстаграма. Если вы знаете кого-то, кто готов рассказать о борьбе Иры с болезнью в своем блоге, не проходите мимо. Я не сказала. Мама, я тебя люблю. Когда приедешь, отдохну на кровати. Я тебя укурую. На ваших экранах номер карты Ирины Степановой. Деньги на нее можно перечислить и по номеру телефона через онлайн-сервисы и приложения. Если вам кажется, что 200 рублей – это ничего не значащая сумма, не сомневайтесь. 40 тысяч – это сила, которая может сохранить жизнь молодой маме. Вот у нас история. К нам на телекомпанию обратилась девушка, а Мичка, 26 лет, не может получить это лекарство, ей отказывают. Собирают деньги, просят. Такой стандартный ответ сначала. Нужно к нам обратиться. Там может быть несколько вариантов. Или этот препарат новый, он вошел только с этого года. И, конечно, мы комиссия ВК примем и выдадим препарат. Это без проблем. Не потому, что я у вас в эфире, а потому, что я это сказал. Потому, что это так действует у нас. Поэтому там проблем нет. Нужно на меня выйти или на моих специалистов. Люди слышат. Или в онкодиспансер подойти. То есть проблема будет решена. Я думаю, там вот только в этой ситуации. Решение комиссии, назначение препарата мы никому не отказываем. Я вот с определенной периодичностью захожу в детскую онкогематологию. Вот мы с вами начинали разговор. Но кому в горле слезы на глазах. Когда смотришь на детишек, которые вот это вот их взрослые глаза. И когда-нибудь тебе задают вопросы. Как вы в мединститут поступили? Каким спортом вы занимались? Ну, это надо пережить. Вот результаты сегодня лечения онкогематологии по определенным заболеваниям. Выживаемость 85-100%. Мы начинали с 5%. 5 лет там, 6 назад. С 5. Сейчас 85-100%. У нас детишки есть, которых нам привозили по сути умирающими. Ко мне подошла девочка. Отец ей там спасибо. Говорил не мне говорить, а врачам говорить. Ну, ребенок, конечно, при соблюдении лечения, ну, сколько вот он Богом отмерен, сколько он будет жить. И замуж выйдет, и детей родит. Ну, это же вот, это фантастика. Это шаги вперед. И то, что сегодня озвучил президент, ну, я еще раз говорю, ноги поклониться. Вот, это прям здорово. Ну, то есть у нас сейчас, если, например, человеку назначено лекарство, даже если оно очень супердорогое, ему в полном объеме на всю эту сумму ему дойдут. Ну, не надо собирать эти деньги. У нас пациенты получают курсовое лечение от 5 до 20 миллионов в год. На одного пациента мы платим за всех. У нас сегодня финансируемый диспансера, я могу там чуть-чуть цифра ошибиться, миллиард 200 миллионов было прошлый год, в этот миллиард 450 миллионов. Да, цифра, скачок. Помимо этого, в программах за счет федеральных денег, там около 130 миллионов на лекарственное обеспечение, и наши около 40 миллионов еще дополнительные деньги, тоже на лекарственное обеспечение онкологических больных. Поэтому этот вопрос, он прямо на контроле стоит. Но это ведь одни из двух основных позиций. Болезнь системы кровообращения, онкология, это то, от чего люди умирают, ну, как бы, вообще первое, это, конечно, БСК, болезнь системы кровообращения. Но онкология тоже проблема. Слушайте, но тем не менее, все-таки люди сталкиваются с тем, что им либо отказывают, либо, может быть, сами врачи на месте не в курсе, что есть такие лекарства. Если вдруг получили отказ, вот дальнейшие действия человека, вот куда обращаться, как добиваться? То есть вы говорите, да, всем лекарствам должно быть обеспечено. Вот ведь все очень просто. Я вот не раз об этом говорил. Помните, когда, мы помним, даже у вас или где на эфире я говорил, что мы показали сотовые телефоны главных врачей в регистратурах, в больницах, везде, да? Ну, вам отказали, наберите главного врача, спросите его. Хорошо, если вдруг до главного врача не дозвонились. Ну, ко мне можно спокойно заходить, никаких проблем нет. По онкологии отказов, я не помню, были случаи, когда не было решения комиссии и не был препарат зарегистрирован на территории РФ. Ну, тогда да, тогда возникает проблема. И мы смотрим, как ее решить. Тогда могут быть такие случаи. А о том, что человеку больному раком отказали, ну, я такого не помню в лечении. Я такого не помню. Если такое есть, ну, вот я же это в эфир говорю, ну, люди пускай придут мне, расскажут, вопросов нет. Ну, вы сейчас нарисовали такую достаточно оптимистичную, скажем, если не радужную картину. Она нет, нет, секунду, она не радужная. Я нарисовал картину того, что делается на сегодняшний день. И опять же, я говорю, это все проверяем, можно прийти и посмотреть. Тем не менее, проблемы в социальной сфере имеются. Вот, например, к нам тут зимой анонсировали приезд министра здравоохранения федерального Вероники Скворцовой, которая обещала сама проверить состояние омского здравоохранения, что очень много жалоб поступает и на врачей, и на клиники. Все-таки ваш диагноз... Некоторый народ прям обрадовался, что наконец-то приедет Вероника Игорь, наконец-то уберут староженка, который украл, по сути, все деньги в здравоохранении вместе там с Евромедом и так далее. Ну, бред уже, надоело все это. А я же не сказал, что все хорошо. Вот, вы заметите, на всех моих или интервью, или выступлениях, я не говорю, что у нас все хорошо. У нас куча проблем. У нас, на сегодняшний день, нам реально нужно больше денег. Мы понимаем, что сегодня мы решили этот вопрос с губернатором Александровичем Бурковым. Нам там выделили дополнительно почти 900 миллионов денег на оборудование, ремонты. Ну, вы представляете, это же пока ведь только начало, ведь сколько вещей неприкрытых остается, количество оборудования, которое нам нужно заменить, машины, скорая помощь. Вот, вы смотрите, мы за три года вот с этими уже машинами поменяли, по-моему, около 140 автомобилей, автопарка. И большую часть мы отдали на скорой помощи. Но мне еще столько же менять надо. Но это же проблема. Это проблема. Это проблема. Кадры. Но вот почему-то мало кто оцен сделал, ну, или я плохо смотрел. Решение губернатора мы этот вопрос выносили на правительство. Вот в среду стипендия ребятишкам, поступающим по целевому направлению нашему, в наш медицинский университет, доплата 3000 рублей. Стипендия каждому. Но такого не было. Но мы это сделали. Из этих там 105 детишек, из них 60, это районы области. Кадры на селе. Сегодня помимо программы «Земский доктор» действует программа «Земский фельдшер». 500 тысяч каждому фельдшеру приезжаешь на село. Но мы же с вами понимаем, что мы не решим эту проблему. Мы понимаем, что у нас часть ФАПов останется неприкрытым. Это проблема? Это проблема. Кстати, о ней тоже озвучивал президент. И вот под эту проблему, в частности, нам, допустим, дополнительно дали денег. 34 миллиона нам дали на дополнительно ФАПы. Мы 30 своих уже забили в бюджет. Уже начинаем отыгрывать. 30 дали Федерации. Вот буквально неделю назад. И 30 миллионов нам дали на мобильные комплексы, которые могут ездить по районам области. И 167 миллионов дали на оснащение детских поликлиник медицинским оборудованием. Я не говорю, что нет проблем. Я такого никогда не говорил. Здравоохранение вообще это не та отрасль, которая должна зарабатывать деньги. Мы отрасль, которая тратим деньги. И тратим их очень много. Мы затратные. Но мы потом окупаемся жизнью людей. Не выходом на инвалидность. Малыми сроками больничных листов. Это потом в тысячекратном размере возвращается государству. И налогами, и деньгами, и рабочей силой, и так далее. Но мы затратны. Ну, смотрите, Андрей Евгеньевич, у нас тут Томская область вошла в топ-10 регионов по исполнению майских указов президента. Следующий, опять же, вспомните о том, что на очереди новые майские указы. Но вот удастся ли их потянуть? Потому что лидером-то регион стал в основном потому, что удалось привлечь 8 миллиардов федеральных денег. Ну, давайте будем думать, что нас не бросят. Это первое, да? Давайте думать об этом. А реально, если говорить. А вот если реально, вот уйдем на сферу здравоохранения, будет более понятно просто. Ну, ближе мне, я это не скрываю. Ну, и более понятно. Вот основное финансирование здравоохранения идет по системе ОМС. Вот как бы эти 8,5 миллиардов, они систему ТомС не затронули. В рамках системы ОМС мы выполнили все указы президента. Я ответил? Ну, я ответил. Хорошо. Поэтому на сегодняшний день определенный запас прочности есть. И риск невыполнения указов президента, ну, я его пока, по крайней мере, не вижу. А то, что мы работаем, стараемся. Хорошо, завершая интервью, не могу не вспомнить о том, что на этой неделе стало известно, что Омск, по крайней мере, в СМИ появилась информация, что Омск стал лидером по миграционной убыли населения. За прошлый год минус 35 тысяч человек. То есть, в принципе, люди по-прежнему уезжают. И одной из основных проблем, говорят, все-таки это социальная сфера. Ну, как же это социальная сфера? Ну, по-разному говорят. Кто-то говорит, маленькая зарплата, кто-то говорит, что у нас тут грязь, например, на улицах, кто-то говорит, культуры у нас нет. Все-таки, на ваш взгляд, в чем главная причина? И, наверное, как доктор, лекарство какое пропишете? От того, чтобы люди уезжали. Я даже не знаю, как вот коротко и, может быть, не знаю, корректно в эфире правильно ответить. А не стесняйтесь. Не, не, не могу. Вы пикать тогда будете. Ну, опять же, будут ерничать. Ну, во-первых, человек немножко позитивен должен быть сам. Это первое. Второе. Не надо страшилки говорить про наш город Омск. Когда говорят страшилки, ну, конечно, люди верят, ведь прессе. И часть людей на это ориентируется. Вот на сегодняшний день простой пример взять. У нас мало студентов возвращается на работу. Почему мало студентов возвращается на работу? Часть уходит, часть мы не видим, куда уходят. А ведь определенная часть студентов не пойдет уже работать врачами, посмотрев то, что творится на экранах компьютеров, телевизоров и прессе, и как, по сути, гнобят докторов. И у меня уже, допустим, в службе акушерства и гинекологии, они с опаской подходят к операционному столу, потому что понимают, что за каждой операцией смотрят, и после возможного, не дай бог, конечно, какого-то осложнения, это будет суд, там, и тюрьма, и так далее. Поэтому это тоже играет большую роль. Ну и, конечно, если говорить серьезно, вот те деньги, которые приходят на территорию, вот сегодня, 8,5 миллиардов, там даже побольше получается, учитывая дополнительные деньги, которые, вот губернатор сейчас разговаривал с президентом, то, что нам федерация дала после писем, которые мы подписали у Александра Буркова, я говорю, конечно, это будет в копилку того, что он все-таки будет развиваться. Дальше будет развиваться. Как вы сказали, и чистый город, и инфраструктура, и рабочие места, вот это даст возможность, конечно, людям оставаться. Конечно, это. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А я напоминаю, это была программа интервью, и героем нашей студии сегодня был министр здравоохранения Омской области Андрей Евгеньевич Стороженко.